Итак, дорогие друзья, не прошло и полгода, точнее давно уже прошло, как мы с вами продолжаем Камянову. Лекцион Зекс. Камянова, то же самое, десятое издательство, оно же одиннадцатое, поэтому не пугайтесь, если вдруг вы опять пишете и спрашиваете, какой же из них какой, оно одинаково один в один, и ключи там не добавились, ключи мы будем делать сами. Что нас ждет лекцион Зекс? Глаголы сильного спряжения. Разберемся. И тут у нас мы с ними встречаемся как бы первый раз, я имею в виду со сильными глаголами, они же энергельмесские, с этим мы тоже разберемся, где из них неправильно, какие из них сильные классификации. И здесь конкретно presence, корневые гласные, а, а, о, э, что с ними будет происходить, как они будут меняться, если вдруг мы решим кому-то обратиться на do или сказать то, что он, оно, оно делает. Потому что в некоторые моменты тут меняется. Какие моменты, все внимательно рассмотрим. Тема такая, знаете, сложная для некоторых, потому что обычное состояние человека, когда мы сталкиваемся с неправильными глаголами, которые просто учат по каким-то коммуникативам, состояние примерно вот такое. Oh, my God, да. Иногда это состояние переходит уже вот в такое, и тогда уже совсем беда, а иногда просто что-то посерединке или плавно притекает в течение одного дня с этого состояния в это состояние, да. Ничего, я сегодня в этом лекционе, мы с вами выучим их сразу, раз и навсегда. Нет, не все 200 штук прямо наизусть, но вы поймете, что ничего в этом страшного нет. Что еще будет в этом уроке? Склонение личных местоимений в винительном падеже. Это еще одна тема, которая вот, да, близка к рыданию у многих, потому что как этот я-то, он, оно, оно, и к чему оно меня, а там мне, а там снова меня, не всем понятно, тоже сегодня разберем. У нас будет такое более исследовательское задание. Я вам результат своего небольшого ресерча покажу. Ну, как небольшого, неделю у меня заняло, только по глаголам. И весь предыдущий год, чтобы это все правильно уместить. Здесь обычно, если продолжать нашу шутливую классификацию, здесь обычно состояние уже вот такое у человека. Я уже совсем смирился, у меня уже стадия принятия, шоколадки уже не помогают, давайте просто, так сказать, релакс, и будем принимать язык как есть. Ну, вот так вот, ну вот у них вот так. На самом деле в этих падежах нет ничего сложного, если правильно учить. Опять же, кто прошел по моей памятке, тем будет совсем легко. Я буду на нее ссылаться, потому что эта тема здесь разобрана именно в Камяновой, буквально вам дается по капельке, то есть по мере прохождения самого урока. У мы там все основательно, да, лучше все сразу, но обзорно, чем вот по капельке, а потом не знаем, в какой же, так сказать, в каком месте языка, где мы находимся. Далее. Тут же как у Зачивы дополняется, у Зачивы вопросами, да, рассмотрим вопросы «что» и вопросы «кого». Это, собственно, есть вопросы Акузатива. Кого что? Кого что я обвиняю. Для тех, кто не в курсе, Акузатив – это с латинского, да, куза, вина, и поэтому все названия, вот эти номинативы, Акузатив и прочие аблятивы, они, прощу прощения, они с латинского вошли. У нас мы перевели, у нас получился винительный падеж. Немцы вообще не переводят, они пишут просто «эрсте фаль», «цвайте фаль», «дрите фаль» и «четвертый фаль». «Фаль» – это не только падение, «фаль» – это не только, это еще и падеж, 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 да, не случайно он так называется. Еще и случай, еще куча других значений слова «фаль». Вот, то есть, естественно, если мы учим Акузатив, то мы должны знать, какой вопрос задаем, и должны уже тут увидеть, что вас, по сути, это тот же «дас», а «вен» – это наше «дэн». Надеюсь, помните с памятки, да, что такое склонение, зачем они нужны, и какое между ними соответствие. Все подробно разберем. Да, вопрос «вагин», почему он тоже в Акузативе здесь, в теме Акузатива? Потому что у нас есть некоторые предлоги, которые могут быть и в Акузативе, и в Дативе, и нам надо просто правильно задать вопрос, мы куда-то идем, или мы уже где-то находимся. И еще под Акузатив дается несколько базовых предлогов. Опять же, совсем базовые, вот всего три здесь она дает. Понятно, вы только на пятом уроке, если вы идете только по Камяновой, то, по сути, вы так вот, а один-один, не больше, да? Но мы-то с вами прошли уже, надеюсь, всю памятку, вы все просмотрели, уже представление у вас есть, и вы-то знаете, что предлогов сильно больше, и те, которые только с Акузатива, их тоже чуть-чуть больше, и мы их учим все наизусть сразу. Но их опять же, их не 500 штук, их там 10-12 в среднем, ну, в районе десятка, для каждого падежа, где-то 10, где-то 20, но их все можно выучить, хотя бы на уровне узнавания, чтобы вы уже понимали, что это. И что последняя тема здесь будет, предпоследняя, количественно-числительная, практически все, которые нужны человеку для жизни, обратите внимание, от нуля до сотен и до тысяч, тысяча, две тысячи, три тысячи, да? Далее мы еще миллионы, миллиарды используем, но вот айна, миллионы, это уже существительное, там уже будет писаться с большой буквы, кстати, в немецком, да? И миллиарды, это тоже уже существительное. Здесь из интересного, да, мы рассмотрим суффиксы, которые делают нацать цен, и те, которые делают один отцать, а потом двадцать, тридцать, те, которые отча, да, вот наши вот 30, 40, 50, 60, 60, те, которые делают десятки. И еще здесь будет вопросительная конструкция, ну, на русском это всего лишь одно вопросительное слово, сколько, на немецком это два слова, дословно, как много. Отсюда вытекает логическое объяснение, что если надо во множественном числе спросить, скольки е, вы будете спрашивать, как многие е, а не просто как много. И сразу увидите эту разницу, где у вас что-то одно, wie viel Geld, слово Geld никак не меняется в плюрале, Geld, zolot, деньги, у нас это они, в немецком это das Geld, это всегда у нас что-то в единственном числе. Поэтому мы спрашиваем wie viel Geld, да, но если вы уже будете спрашивать wie viele, там долларов, рублей, марок, там уже, конечно, будет wie viele, потому что доллары, рублей, марки можно посчитать, а слово деньги нельзя посчитать, слово деньги, да, его нельзя поставить в множественное число. То же самое, не, не то же самое, с детьми наоборот все хорошо, может быть один Kind, но он все равно считаемый, да, das Kind. И поэтому, когда вы спрашиваете, а сколько у вас детей, на русском сколько и сколько, непонятно, да, сколько воды, чего-то неисчисляемого, и сколько детей, все равно сколько. А вот представьте, что вы на русском спрашиваете, сколько е, да, и сразу чувствуется разница. То есть тут было как много, а здесь как многие. Вот и все. И тогда никогда не будете путать, где задавать wie viele, а где wie viele. По сути, вам уже это рассказала. Ладно. А хотела идти по пунктам. А вот теперь давайте выбираем, выходим с этого состояния ужаса, шока, и вообще, что делать с этими глаголами. Я надеюсь, постепенно от крика мы перейдем с вами через стадию принятия и рыданий, и перейдем к изучению неправильных глаголов правильно. Как бы это ни смешно звучало. Давайте разберемся, что такое вообще неправильные глаголы. И почему их часто называют штака. И одно ли это и то же, или не одно это и то же. Сейчас микросхемульку, чтобы просто было понятно, наглядно. И поймем, и в таблице посмотрим наших времен, вообще, где мы сейчас с вами находимся. Почему именно в презенте происходит вот это изменение, вот эти гласные меняются. И сравним с английским. Вам это будет полезно. Все, поехали. Теперь мы с вами уже конкретно разбираем пункт А. Смотрите, где мы с вами находимся. Вот давайте чисто по времени. Вот наш presence. Мы сейчас говорим о презенте. Здесь, вот здесь. Вот то, что мы делаем постоянно. И то, что мы будем делать завтра, потому что мы помним, я надеюсь, памятку все просмотрели, что презент еще и для будущего часто используется. Грамматическая презент, а выражается идея «я завтра еду в Москву». Мы говорим «еду». Вот как будто сейчас уже еду. Хорошо. Что мы помним? Что в презенте стандартные окончания, вот мы с вами их завучивали, и что эти окончания, по сути, больше нигде не будет, кроме претеритума. И все. Во всех остальных временах, вот мы видим, во всех остальных временах личных окончаний вы уже нигде не увидите. Ну, только в вспомогательном глаголе. То есть нам важны личные окончания в презенте и претеритуме. И все бы казалось бы хорошо, но есть нюанс. Вот, например, в отличие от английского, кто помнит, тому будет легче. Вот, все, вернулось. Тому будет легче, кто помнит английский. Почему? Потому что по аналогии, смотрите, когда та же самая схемуля, например, вот в английском, I make что-то или что-то I, я не знаю, I play, я играю. Как вы поймете, что глагол вообще-то какой-то не такой неправильный? В презенте никак. Ну, вот когда вы пытаетесь сделать прошедшее время, вас уже поправят, либо скажут, ребята, учите наизусть, там что-то произойдет с глаголом. А с другим ничего не произойдет, просто добавить правильное окончание. И то есть, что такое regelmesige, правильные глаголы? Те, которые добавляют стандартное окончание, да, логично. А on regelmesige неправильные глаголы, те, которые каким-то образом выделываются, и у них там что-то меняется, то есть не попадают они под общее правило. То же самое в немецком. Все глаголы, которые как-то отклоняются от стандартной парадигмы, то есть не принимают нам эти окончания, или у них что-то в серединке меняется, глагол на этот, вот гласное в серединке корня, да, мы их обозвали on regelmesige. Ну, не мы, а потому что regelmesige это что-то регулярное, regel, да, правило. Regla с латинского, reglum, да, regelmesige verben. Почему штарка еще вы слышите? Потому что во всем массиве он regelmesige verben, а их там даже целых 200 штук, сейчас я подойду и к этому, сейчас у нас будет больше исследования, вот сейчас объясню вам тщательно, подробно все, что я нарыла, чтобы у вас это было раз и навсегда улеглось в голове, да. Так вот, когда мы говорим про штарка, это, давайте вот так, это подмножено, да, вот подмножество, точнее, вот этих всех неправильных глаголов, если совсем по масштабу брать, то она большая будет, то вот так вот, если масштабировать, да, это будет starker verben. Сильные глаголы, они тоже неправильные, логично, они находятся в общем круге неправильных глаголов, да, и мы в таблицах, когда видим, вот в конце учебников некоторых, мы видим все und regelmesige verben, да, но там, помимо сильных, а сильные, это те, которые меняют глагольную, вот эту корневую гласную, и в партиципе там, добавляем какое-то тоже общее для всех окончание, если у правильных глаголов это gt, и тут корень никак не меняется, помним, gemacht, например, то у вот этих вот неправильных, сильных глаголов, у них вот по такой схеме меняется, и в отличие от английского, мы сейчас еще увидим, что они еще и в презенте как-то себя проявляют, а все ли starker verben себя так проявляют, нет, среди starker verben примерно половинка, у которых, по количеству, да, у которых, например, а, должна перегласоваться, umlautet, перегласовка, превратиться в э, вы уже знаете, в fachen, да, но когда, это всегда будет так происходить, когда спрягаем в презенте, я еду, ты едешь, нет, только когда ты едешь, или он, она, она едет, да, едет, то есть, du fährst, вот наша а поменялась на e, er fährt, вот ваш умlaut, когда он, она, оно едет, oh, I'm so sorry, чуть-чуть наперед запрыгнули, сейчас я вас опять, это уже все покажу, результат исследований, давайте пока, мы здесь, вот, и только что мы еще увидели у Камянова, и не только у нее, все учат вас, вот так вот, а e поменяется на i, ну или длинную i, вы уже знаете, это, например, глагола sprechen, du sprichst, да, er sprichst, ага, а у всех ли, а вот сейчас мы с вами и узнаем, у всех ли глаголов, сильных, которых будет e или a в корне, будет такое изменение, чуть-чуть не у всех, поэтому нам надо полная система неправильных глаголов, которые мы сейчас с вами буквально рассмотрим, а, есть еще такой маленький нюанс, а у как бы меняется на ой, начинает читаться, потому что, смотрите, а с умлаутом, это по сути э, да, вот э, а это у ваше осталось, и вместе это уже что вам даст, ой, вот и логично было, laufen, а стало er läuft, читаться будет уже, вот он, laufen, бежать, а если du läuft, или er läuft, уже вот это чтение будет как ой, потому что вот ау стало эу, а эу дает ой, по чтению, понятно, подытожим, смотрите, значит, 100 гельмасси геврятбен, заранее говорю, их 200 гнездовых, это я лично насчитала, это ultimate guide to the galaxy, то, что называется, окончательный, так сказать, плюс-минус один, окончательный вариант, сколько всего неправильных глаголов, почему окончательный, потому что я перебрала более 20 источников, нигде нет его вот такой вот таблицы, чтобы вот действительно была вся, да еще там с каким-то там устаревшими и редкими глаголами, гнездовых слов, без префиксов, таких, которые особенно отделяемых, гнездовых, подчеркиваю. Итак, среди unrgelmessige мы выделяем огромную группу starkerweben, которые по вот этому стандартному, для них стандартному правилу меняются, gn, да, а в претеритуме какой-то там корневой гласный поменяется, ну, fahren, vor gefahren, и все с ним. Сейчас будет понятнее, когда уже на примеры пойдем. Среди starkerweben есть некоторые, которые еще в presence выделываются, да, вот у них еще и presence неправильно, вот тут вот проявляется, но только те, которых в корне есть а, кроме пары там исключений, у тех, которых есть э, кроме некоторых, опять же, исключений, и те, у которых ау, оно будет меняться на ой. А вот сейчас, когда мы посмотрим по таблице, вы сильно удивитесь, а сколько их там вообще? Как от этого правила перейти к практике? Как никогда не путаться? Меня это долго-долго мучало, вот блин, ну да, правило вот вроде бы легкое, а когда начинаешь смотреть, а вот этого есть э в серединке, какой-нибудь ренен, бренен, ненен, который вот вы уже, может быть, знаете там, не знаю, ненен называть, может, еще не знаете его, да, тут же есть е. О, самое простое, ген, да, логичный вопрос, ребята, ген, а почему же не эргит, да, вот так вот, почему эргет, да, то есть все-таки какие-то исключения есть, и чтобы никогда не путаться, давайте раз и навсегда их разберем. Вот те, кто просмотрел памятку, там я это уже делала, я прям выписала, у меня прям это входит в памятку, глаголы, которые действительно меняются, а те, которые не меняются, мы прям там в таблице памятки, которые под вот это правило тоже не подпадают, исключение, мы их там же другим цветом выделили, а сейчас давайте сделаем немножко наоборот, всю таблицу неправильных глаголов, которые только есть немецком возьмем, я ее вот неделю буквально, я же говорю, мне неделю заняло только ее создать, почему видео вышло чуть-чуть даже позже, чем я уже его анонсировала, получается, сколько у вас есть глаголов на ау, которые бы поменялись на ой, сколько глаголов на а поменяется, на э, и сколько глаголов в серединке которых э поменяется на и, и тоже их просто себе потом сделать отдельной табличкой, вы сильно удивитесь, так намного проще учить, чтобы не попадать в ситуации, вот когда, подождите, ген, вы-то уже заучили, например, что эргет, а почему же не гид, да, и так еще несколько случаев, вот теперь, собственно, идем, движемся, табличка, а, подождите, еще про онргельмессиге, онргельмессиге, в которые входят штарке, сейчас, сейчас, я же вам систематизацию не рассказала, онргельмессиге, в них входят штарке, в которые входят свои, которые вот в презинсе так себя ведут, и еще некоторые, во-первых, это модальные глаголы, да, модальвербен, это несколько штук, которые себя ведут неправильно, сюда же мы можем мишвербен, смешанные глаголы, добавить, хотя иногда их, вот они там, то ли в штарке, то ли просто онргельмессиге, давайте вот так их выделим, еще мишвер и ахбен, которые немножко тоже не по правилу, их тоже всего несколько штук, вот теперь уже окончательно, что вам надо понять, что штарке не равно онргельмессиге, то есть, не, вот так вот, онргельмессиге не равно штарке, потому что онргельмессиге, это понятие шире, чем просто сильные глаголы, а вот штарке равно онргельмессиге, потому что любой сильный глагол, он будет неправильным, логично, короче, коньяк и бренди, в чем разница, да, коньяк это бренди, но не любое бренди коньяк, для тех, кто разбирается в напитках, потому что бренди, который только делается в регионе коньяк во Франции, имеет право называться коньяком, все остальные напиток бренди, называется просто бренди, не может называться коньяком, вот у нас то же самое, да, все штарке вербен это неправильные глаголы, что они по своему вот этому вот делают прошедшую форму и презент имеют отклонение, но нельзя все онргельмессиге назвать штарке, потому что в онргельмессиге еще входят модальные глаголы, dürfen, müssen, да, и мишвербен, те самые вот реннен, реннен, которые на т заканчиваются в претеритуме, не на н, что в мишвербенах интересно, у них вот это вот сохраняется т и сохраняется г т но корневая гласная меняется, в моей системе это девятая группка неправильных глаголов, кто смотрел памятку, где смотреть памятку, кстати, напомню, сейчас быстро, смотрите, когда вы заходите в Куструскул, да, вот у нас вот Deutsch, откуда скачать, вот сюда, в стартовые материалы, это именно где сама памятка, а к пониманию немецкого это, собственно, сам курс, да, так, смотрим, смотрите, вот она там у нас будет, сейчас один момент, по-быстрому, все наши учебники, к которым будем ссылаться, списки, или сюда еще и мы вернемся, и в конце, для материала для скачивания, много чего тут всего, и вот материалы для скачивания, вот, например, памятка Deutsch, можете ее вот отсюда открыть и посмотреть, или прямо уже в готовое видео заходить, где она вся озвучена, понятно, да, вот вы ее скачали, распечатали, и сейчас, и вот там вот у нас, хочу вам прямо ваше действие показать, чтобы понимали, о чем я говорю, потому что, если просто покажу вам себя в анноуте, не все поймут, откуда я взяла, собственно, эти странички, вот смотрите, я тут добавила сводную таблицу пассива, кстати, и Hilfsmodalwerben, вот они, а вот наша периодизация, это я тоже лично разбивала все по группкам, я о них говорю, да, вот тут у вас выбраны те, которые меняются, Unregulmatikewerben mit Vokalwechsel, вот те, которые меняются, тоже все разобрано, да, специально, чтобы ваше внимание привлечь к тому, что не все, у которых А, будут меняться на Э, не всех у которых, Э будет меняться на И, как Sprachen, Sprich, Twaren, Verst, не у всех, тут же мы неправильные глаголы учим по типам, да, и вот наши, собственно, вот они, Mischwerben, вот они, да, схема, такая изменение, это модальные глаголы, и сюда же, вот они, Mischwerben, Brennen, Brandte, Gebrand, Bringen, Brachte, Gebrand, вот их всего, вот это, вот все вот эти исключения, девятая группка, это есть наши модальные и Mischwerben, 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 которые вот выше, 8 групп предыдущих, вот они составляют Onrgelmessi, Gewerben, вообще, да, разобрались хоть немножко, возможно, вам придется несколько раз переслушать, не пугайтесь, но вам надо это разобрать раз и навсегда, то есть сначала мы их проходили по алфавиту, просто Onrgelmessi, Gewerben, вот сейчас я подробно расскажу про все эти источники, откуда я брала, откуда конкретно эта таблица, как я их сводила в одну, и вот, да, тут у меня еще 180 или 185, я не стала ломать памятку, чтобы уже из последних моих изысканий вот с этой недели, что я сделала, я добавила отдельно, сейчас покажу, вот они у вас все вот в этой пункте, материалы, 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 справочные материалы, на которые я всегда ссылаюсь, да, они все у нас собраны в одну библиотеку, поэтому Nuget-курс это клуб, по сути такой, да, а не просто набор уроков, вот, смотрите, вот уже пошла справочная информация, справочная, справочная, и вот тут, где я делала по уровням, вот мой учебник, собственно, упражнение Кура-1, и вот они, это то, что вот мои разработки, я совмещала, да, я добавила вам в Вербен в поуровневые списки слов, из источника, там в интернете нашла, неправильные глаголы по уровням, там есть указания, откуда, Deutschblock, да, тоже их, вот они, их примерно 184, и в нашей памятке тоже примерно 185, 185, 185, вот, а вот это уже результат буквально последней недели, сводная таблица, 200 корневых глаголов из разных источников, более 20 источников, перелопатила, на базе Тагиль, из грамматики немецкого, да, переделанная, получилась такая вот табличка, по какому принципу, окончательно, вот на 12.04, я вот, День космонавтики Юрию Агарину посвящаем, вот я ее допилила, смотрите, вот опять же нажимаете и отдельно ее себе скачаете, здесь гнездовые, корневые глаголы немецкого языка, вот тут написано из 17 источников, на самом деле даже чуть больше, и как вам понять, чем же она отличается от той, которая у вас в памятке, да особо ничем, я выделила ту, здесь бы флейсен, бляйхен, динген, дюнген, я совсем редкие слова, которые не входят в ту табличку, я выделила просто жирным шрифтом, а те, которые чуть-чуть повторяют сами себя, вот я, которые просто хотела вообще удалиться этой таблице, потом уже не стала рушить, ничего ломать, я просто делала бледно-бледно-серым, вы поймете почему, по какому принципу я отбирала, сейчас расскажу, и почему 200 корневых, вот прям, вот корневых, вот больше нигде их нет других, учебники я перекопала, чтобы свести это всё в одно, и ещё раз, чтобы вам не путаться, я просто жирным выделила те, которые не входят в нашу памятку, просто тут их несколько штук добавилось, а светло-серым выделила те, которые можно было бы и не писать, смотрите, если у вас есть am finden, то где-то есть finden, а finden у вас неправильный, если у вас бледным выделено, например, eschrecken, это потому что есть глагол schrecken, то есть мы берём корни, и вот именно корни я посчитала, сама добавила тут löschen, которого не было здесь, потому что был r-löschen, добавила schleissen устаревший, schrecken добавила, и получилось, что я пересчитала все те, которые, собственно, в чёрном цвете, как черным, такие выделены жирным шрифтом, да, это для вашего удобства, чтобы вы понимали, что вообще-то добавилось, и получилось действительно ровно 200 слов, объясняю, почему, либо 199, либо 200, потому что вот это интересное слово, редкое тоже, erkuren, у него ещё есть форма erkisen, и когда ты видишь его в инфинитиве, можно реально подумать, что это два слова, надо запомнить оба, да, но потом, вот то, что касается, когда там прошедшие времена начинаются, оно чаще всего именно как erkuren, или erkürt, erkürt используется, да, но с виду вроде как два слова, поэтому я их посчитала за два. Я надеюсь, теорию вы поняли, как я делала, да, на что вам ссылаться, если что. Вот это вот, окончательная таблица корневых, гнездовых слов немецкого языка, который, ну, я нигде не нашла, и поэтому пришлось всё перекапывать самой. Считаем, как считались слова, если кому интересно, почему так, эти бледно-серые не считаем, потому что есть дальше в таблице, вы и сами добавите, есть в таблице, а вы и сами добавите. А почему неотделяемая приставка беген, вот почему беген остался? А потому что слово беген вы уже нигде не найдёте. И в слове бегинен вы же, наверное, увидите, что бег неотделяемое, но слова гинен уже нету, оно где-то там в веках затерялось, возможно, в средненемецком оно ещё было. Хороший пример, знаете, вот в русском языке слово заключать, отключать, включать, а слово ключать есть? Вы-то понимаете, что оно от слова ключ, что там чётко виден корень, корень, но отключать, заключать, включать, выключать есть в словаре, а ключать вы уже не найдёте в словаре. Так и здесь. Вошли в таблицу те, даже хоть видно, что это приставка, да, бегинен, видно, что бег приставка, но гинен уже нет. А там, где есть слово зинен, я бы сделала серым, ну, по сути, убрала отсюда, да, считайте, что тут его нет, чтобы правильно посчитать именно корневые глаголы немецкого языка. Разобрались. Если вам хочется именно со всеми приставками, сейчас расскажу, как это сделать правильно. По стартовым материалам понятно, где искать, да? То есть мы учим неправильные глаголы. Сначала по моей памятке там всё по алфавиту, по грубкам, по этому, вы должны это всё пройти, у вас будет полное понимание. Сейчас для тех, кто не прошёл, вот сейчас наверное, вам покажется, что слишком много информации вам даю. Ну, вы молодцы, вы переслушаете, я вас уверю. И должно помимо памятки ещё быть у вас распечатаны вот это вот корневые глаголы. Вот они просто как вот, просто настольная ваша книга. И можете прямо в памятку себе вложить. Я уже не стала её переделывать просто, да? А когда нам интересно учить по уровням, вот подвигаюсь вот сюда, то я тогда гоняю своих студентов так. И вам предлагаю стать самому себе погонщиком, то есть самому себе стать учителем. Учить, когда вам надо по уровню сдавать экзамены, я за то, чтобы тогда, посмотрев всё, зная, что всего их 200, да, корневых, гнездовых слов от этих неправильных глаголов, вы уже, вычищая слова на каждый уровень, сразу же вычищали и глаголы к этому уровню. И я эти глаголы тоже впилила сюда, в это нету в самом Гёте, в этом документе, если будете его искать, там не будет этих глаголов. Это я добавила, опять же, нашла там у некоторых, на некоторых сайтах, тут источник остался, дочь, вот это, да, stark und regelmäßig gewerben, которые именно на уровне один, но посмотрите, какие они, они все именно подроблены по значениям со всеми приставками. В таблице общей, там где 200, так и будем называть её, да, таблица на 199 или таблица на 200, там fangen будет, и kommen, и rufen, там не будет вот этих anfangen, просто ankommen, herkommen, какой-нибудь ещё там, я не знаю, все что, einkommen, да, там просто будет kommen. Но, когда вы уже поняли, по какой парадигме меняется kommen, теперь ваша следующая задача это уже все его оттенки, значения учиться всеми приставочками. И вот тогда хорошо пройтись уже по уровням вычистить себя, знаю ли я каждое значение уже этих глаголов на каждый уровень, и тогда вам в помощь будет вот эта моя разбивка А1, А2, В1, или всё в одной табличке, но здесь подсокращенный вариант, потому что тоже только гнездовые брали, это с того же авторства, вот из моих гуглений, то, что я нашла более-менее адекватно. Но здесь, видите, здесь уже действительно только гнездовые, их тут 184, то есть меньше, чем в нашей на 200, таблице на 200. Поэтому я и снашу на базе Тагиля, я взяла за основную. Но кому надо быстро вычистить по уровням, зная, что у вас завтра В1 сдаёте, то, конечно, когда время в сроки поджимают, тогда я, конечно, не заставляю людей, сдавайте мне там всю таблицу В2. А так мы обычно проходим её всю, переводим, разбираем, это выделяем 2-3 часа. Но вы, на всю жизнь у вас уходит вот это состояние, «А-а-а, вот там как кот рыдал», да, или вот это состояние крика. Потому что вот я не случайно заморачивалась с этими, вырезала вам эти из Телеграма кусочки этих стикеров, просто чтобы, вот это реально состояние людей, которые начинают учить или вообще уже находятся сами на уровне В2, а они, о боже, слово «фанген» впервые вижу. Я говорю, конечно, вы же не читаете детских книжечек, где у вас должно быть ловить рыбку там, «Айден фишфанген», да, вы там птичек ловите, вы бабочек вы не ловите в коммуникативах во взрослых, вы просто нигде эту лексику не встретите. Естественно, вы слово «фанген» знаете только как «анфанген». Но, ребята, ну «фанген»-то вообще существует ещё на уровне 1. Понимаете, о чём я, да? Вывод. Учим всё сразу. Потом нашу вот эту вот сводную таблицу 200 корневых, которая ваш второй пункт, самый первый пункт, это всё-таки типа по памятке. Сейчас покажу. Вот к пониманию немецкого. Вот это вся наша памятка. Там 185 глаголов, ещё раз напоминаю. Вот у вас в конце. Вот они. И императив строится на неправильных глаголов. И в презент строится. Вот неправильные глаголы в настоящем времени обязательно, неправильные глаголы в алфавитном порядке, неправильные глаголы по группам изменений гласных корней. Вот это всё, что касается вот нашей сегодняшней темы. И вам желательно бы это уже всё просмотреть и понять. Ага, что вот такие есть парадигмы изменения. А потом вы на эту парадигму добавляете понимание. Вот наш... Где наш... Где наш... Вот он, да. Потом вы отдельно ещё к памятке добавьте 200 корневых глаголов, потому что здесь добавились вот эти вот жирным шрифтом памятка, плюс вот эти 15 жирным шрифтом редких. Понятно, вы за всю жизнь их, может, и не увидите, а может, и увидите. Я, например, некоторую видела только когда копала. Потому что... Вот эту информацию... Потому что я, например, и Библию на немецком не читала. Вот на английском, на испанском, на итальянском читала. Потому что самые вот эти древние и старевшие слова в каких-то вот таких вещах типа Библии, там, старого перевода, типа какой-то высокопарной литературы, там, да, угиота где-нибудь вы их увидите. Ну, в реальной жизни вы такие слова уже вряд ли найдёте. И поэтому и в коммуникативах их просто нет. Теперь показываю, собственно, как мы составляем эту таблицу, как вам, собственно, это разобрать. Сейчас покажу, что я сделала. Это реально research. Вот сейчас мы немножко, да, вот уйдём в сторону, и я вам покажу, почему эта табличка и зачем вам она нужна, собственно. Мы чуть-чуть уже перегрелись, но давайте это всё в одно видео допилим, да. Хотя нет, ребята, здесь ещё на полчаса. Это очень важно для понимания. Посмотрите, очень важно для понимания. Сейчас я всё-таки сделаю паузу и ещё минут на 20-30 вам расскажу, где вообще вы эти глаголы можете найти и почему так проблемно с ними, когда вы занимаетесь по коммуникативам. Если кратко, объясню, почему. Ни в одном коммуникативе, вот только в конце учебника, они там ещё кое-где просматриваются. Все эта таблица вынесена только в какие-то грамматики высокого уровня и только в двух источниках. Вот в Ярцеве в нашем и такой вот уважаемой грамматике там ещё 76-го года, потом перездание было 96-го, в 2002-м уважаемого профессора, только в этих двух источниках, а Ярцев явно строил на нём, да, только там они разбиты по грубкам изменения корневой гласной. Во всех остальных вам в тупую даётся по алфавиту. И пока ещё никто не допёр сам, что оказывается их можно учить вот грубками. Пока что вот мне приходится как бы открывать глаза людям, и они просто потом в таком шоке, о боже, оказывается, это всё так быстро учится, и нету никакого потом недопонимания. Потому что все эти 185, ну или 200, да, вот наши 200, вы спокойно разбиваете потом на подгрубки, каждую подгрубку учите там за день, и уже вы хотя бы на уровне, некоторые уже наизусть знаете, на каждой на своём уровне, один, на два, а кто где находится, да, а некоторые прям уже все заучивают, и тогда у вас никаких проблем с этим никогда не будет. Вы, по сути, на А1, вот если вы сейчас лекцион 5 прошли, и лекцион 6 начинаем, но у вас глобальная тема будет разобрана вся. Не, как сказать, не побрезгуйте, и час жизни выделите, и сэкономите себе сотни часов потом мучений. Просто поверьте моему опыту. Всё, сейчас переходим, сейчас вам быстренько расскажу, как это всё, с каких учебников, где что есть, и как это составлялось. И разбор сделаем хотя бы первых от А1 до Б1. В каких всё-таки случаях, к нашей теме презенции, да, в каких случаях А, в каких глаголах будет меняться, в каких не будет, и где всего те два несчастных глагола, у которых АО меняется на ОЙ. Это всего-навсё, вы знаете слово laufen, и вы считаете, что вы почти всё знаете, потому что там всего два таких глагола. Опять же, как я это узнала? Потому что меня тоже, как я уже вначале говорила, достала эта ситуация, что, блин, вечная неопределённость, он всё-таки какой, правильный, неправильный, будет меняться, не будет меняться. Я просто взяла и сделала вот это обратный такой, это называется reverse engineering, такой обратный инженеринг, да. Я просто все собрала в одном месте, и потом, по сути, как я делала в памятке, там я как бы пошла с одного конца вот сюда, а теперь мы пойдём вот так в обратный конец. Мы из всех глаголов, которые есть неправильные, с вами методом банального тыка найдём, каких будет меняться, каких нет. И тогда у вас сильно ясность в голове появится, точнее, полностью прояснится. И тему неправильных глаголов мы с вами закроем раз и навсегда. Потом я буду только ссылаться на нашу таблицу и говорить с какой это группки. Всё, перерыв, чай, кофе, капучино, и отдохнёт компьютер, просто перегрелся, и ещё минут 20 мы посвятим неправильным глаголом. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok